Благовещение Божьей Матери Ну, начинается что? Она начинает в ее чреве и несет в себе, по вере, Единой Святой Соборной Апостольской Церкви самого Господа Бога, Сына Божьего, который через нее становится человеком. Но это начало нашего спасения Не только в том, что оно вспоминается, мы вспоминаем этот день. Нет, оно начинается для каждого из нас и для каждой из нас. Ибо недостаточно, что Божья Матерь родила Сына Божьего. И это есть как бы программа и дар и благословение для каждого и каждой из нас. Апостол Павел в одном из своих посланий общине маленькие, Говорит, и снова я в муках рождения, чтобы изобразился вас Христос. Снова я в муках рождения. Павел, мужчина, переживает муки рождения. Причем не первый раз, как он говорит. Снова я в муках рождения. Каждая душа христианская, каждое обращение – это роды, которые сдаются с трудом. Но прежде всего они сдаются с трудом тому, кто обратился. Кто им? Ибо это есть не просто интеллектуальное какое-то обращение, умственное. Это есть соединение со Христом, которое мы принимаем в чрево нашей души. И который должен в ней родиться. Это болезненный и сложный процесс. И каждый из нас его знает, даже вот собравшись, мы здесь же обращенные люди, мы знаем, насколько трудно, чтобы изобразился в нас Христос. Насколько это для нас... Да и мы забываем часто об этом. И не думаем даже об этом. Наша жизнь в основном протекает в борьбе с каждодневными трудностями, и задачами, и болью, да и, так сказать, удовольствиями, и радостью. И Бог знает, чем каждый из нас знает, что есть жизнь вокруг. Но в ней и в нас должно родиться Христу. Потому что если Господь в нас не родится, что в нас воскреснет? Ибо ветхий человек приходит в этот мир, из него и уходит. Как всё биологическое вошло и ушло. Но если родился у нас Господь, то тогда и мы родимся с Ним снова в вечную жизнь. О которой, между прочим, мы с вами слышали тоже загадочные слова из послания к евреям апостола Павла. Где он говорит, что наша надежда для нас якорь. Она для нас твёрдый якорь. Якорь спасения. И куда мы его закидываем? Мы его закидываем... Якорь, наверное, идёт в глубину, правильно? Чтобы держаться. А там даже куда? Мы закидываем его за некую завесу. В этот якорь мы закидываем. Куда первенцем вошёл за нас Христос. Вот. То есть, на самом деле, этот якорь мы закидываем не вниз, не в глубину, а вверх. Как Господь взошёл в эту небесную завесу жизни, за небесную завесу жизни вечной, которую мы не видим. Она завеса, правильно? Мы её не видим. Мы видим только то, что мелькает перед глазами. Это масса чего мы не видим, во что мы верим. Читаем учебник физики, правильно? Там всё состоит из атомов, а потом ещё есть атомное ядро. Потом оказывается, что это ещё ядро. Вообще, в нём огромные, конечно, частицы. Мы во всё это верим, хотя ни того, ни другого, ни третьего, ни пятого, ни десятого, ни только мы не видим, но даже не видят физики, которые всё это рассчитали математически. И тем не менее, это для нас реальность. Так вот, такая же реальность для нас и Церковь. Такая же реальность для нас и Христос. Но Христос – это реальность, как вот та самая тот якорь надежды, которую мы закидываем. А сейчас мы говорим о начале нашего спасения. А начало нашего спасения в том, что благовещение произносится не только Деве Марии, но и каждому, и каждому, и каждому из нас. Оно нам благовествуется. Евангелие – это и есть благовестие. Благовесть – это благая весть, собственно. Перевод. А эта благая весть даётся каждому и каждой, опять-таки, из нас. Что в нас должно родиться Христу. А это и есть жертва и призыв к вере и бесстрашию. Собственно говоря, современным языком, утверждено говоря, можно сказать, что Архангел Гавриил девушку Марию подставил. И вот, собственно, что он ей предлагает? Он ей предлагает забереть от Духа Святого. Когда она, в общем, обручена мужу. Она с ним не собирается жить, правда. Но вот она не собирается с ним жить. Она говорит, я не хочу, я вот монахин. Я, в общем, так сказать. А тут она ему ребёнка в дом приносит, правильно? После этого ещё она уходит на три месяца. После этого благовещение возвращается, естественно, животом. В те времена, да вообще во все времена не очень приятно для молодой женщины, правильно? Если муж её подозревает. А в те времена и побить камнями могли? Что, собственно, и сказано прямо, не в Евангелии от Пухья, а в Евангелии от Матфея. Что Иосиф, будучи праведным человеком, который был много старше её, был ещё другом её родителей, так сказать, договорился, взял девушку, ну, чтобы она жила у неё в доме, мало ли. Вот. А тут она, понимаешь, с ребёнком. Да ещё не его. Он хотел её отпустить. И то сказать, будучи праведным. То есть не предать позор, убить. А будучи праведным, её отпустить. Ну, мало, своя жизнь. А ангел говорит, да нет, нет, послушай, не то. Не о том думаешь. Родится от Господа. И для этого нужна вера, как сказано. Как сказано и ангелам, и Елизаветой. Блаженно верующие, что совершится ей от Господа. И, прежде всего, это вера в Божью протекцию. Во-первых, то, что это не видение никакое, а что это реальность. А во-вторых, то, что Господь тебя защитит. Потому что ты оказываешься одна со своим внутри Богом, которого никто не знает и не видит, как Бог. И вот так против тебя, как бы, весь мир. И в каком-то положении. В некотором смысле, в таком положении, и каждый христианин, и каждая христианка. Мы несем Христа в мире, который не верит и который, часто бывает, агрессивен. В разных формах против нас. Не против нас, собственно говоря, а против Господа Бога, которого Он выпихивает, которого Он не хочет. Понимаете, всякое... Господу Богу нужно войти в этот мир. Как Христос вошёл через Марию. Так Он входит в Него через каждого и каждого из нас. А мы, в общем-то, скажите, какие мы? Мы сами знаем себе цену, да? И вот здесь, Божья Матерь, есть наш пример. Она нам представлена здесь, как начало. И образ для каждой человеческой души, мужской или женской, неважно. Ибо в каждой, в каждом из нас должен родиться Христос. А если Он уже в нас родился, поскольку мы здесь, то мы должны Его сохранить от аборта. Спасибо.